Для того, чтобы избежать обвинений в агрессии, для этого нужны наши беглые террористы-экстремисты. Вчера председатель КГБ рассказал четкий план, как планируется раскачать ситуацию в Беларуси. Первое, внутри страны инсценировать какие-либо протестные действия. Вот вчера президент только сказал про цены, там все сполошились за границей, потому что они хотели этой ситуацией воспользоваться, ростом цен, чтобы у людей как-то взбаламуть. Второе, человек 300 захватывает маленький город, приграничный какой-нибудь в Гродненской области, Брестской области, и потом под видом помощи этим людям, террористам, будут выдвигаться польские войска. Это не фантастический сценарий, друзья мои. Это вот все вчера председатель КГБ рассказал. Из положительного что? Во-первых, наши спецслужбы об этом знают. Это раз. Второе, все, вот кто сейчас, давайте еще одну правду людям скажем. Наши оппоненты, которые называют себя радикальной оппозицией, они не оппозиция, а террористы уже, в открытую говорят, никакого сценария смены власти в Беларуси, кроме силового, не существует. То есть они в открытую говорят, по-другому никак. И еще дикое то, что западные страны, в которых они находятся, молчат и поддерживают это. Спокойно к этим разговорам относятся. Значит, это правда. И они должны знать, при попытках осуществления этого они будут уничтожены. Вот помните вот эту волну, когда поднялись, что якобы будут взрывать рельсы, чтобы наши поезда не могли куда-то идти на территории Беларуси. Помните, чем закончилось? Никто же рельсы не взрывает. Почему? Двух человек МВД подстрелило. Живые. Все нормально. Но больше желающих не стало. Так вот, пусть слушают. Если будет вот эта как-то попытка осуществлена, только уничтожение. Никто церемониться не будет.